Поваленные деревья и бетонные столбы – всё это последствия тайфуна Лайон-Рок, который обрушился на Приморье в 2017 году. Тогда река Барабашевка поднялась на несколько метров, вышла из берегов, поток из мусора и поломанных деревьев, разрушил мост, вода дошла до огородов и жилых домов. Досталось Хасанскому району от разгула стихии и в этом году. Поэтому местные власти уже сейчас начали готовиться к весенним паводкам. В селе Барабаш рабочие бригады чистят русло рек от валежника и прочего мусора, чтобы в будущем году избежать выхода реки из берегов и затопления населенных пунктов. Тяжелая спецтехника выкорчевывает старые деревья и укрепляет берега, поднимает их насыпью на 6-8 метров. Когда происходят у нас тайфуны, идет большая вода, потопление домов, земельных участков, смывают гаражи, дороги и так далее. Русло очистится для того, чтобы не было, да, подтопление, не выходило из своих берегов. Ну и, соответственно, когда будет, опять же, повторюсь, большой дождь, она успевала проскакивать на данном участке и не затопляла дома, огороды, населенный пункт. Работает тяжелая техника, 4 экскаватора, 3 бульдозера, ну и порядка 10 самосвалов по вывозу корней. Работы производим в выравнивании по урез воды наносов, сгребания их в стороны, вывоз мусора, корней, ну и также различных отходов. По словам местных жителей, реку Барабашевку не чистили с момента основания села. На уборку трех рек Барабашевка, Амба и Филипповка из бюджета в этом году выделено 37 миллионов рублей. Напомним, задача укрепить берега и расчистить русло рек, а также построить дамбы, чтобы минимизировать последствия от паводков, была поставлена еще до августовских тайфунов этого года. Однако, быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В этом году, кроме Хасанского, сильно пострадал от наводнений Октябрьский район. Глава региона лично контролировал аварийно-восстановительные работы. Были озвучены и планы на защитные гидротехнические сооружения. И далее мы уже будем находить ресурсы финансовые для того, чтобы работу начать в этом году и в течение года закончить и сделать так, чтобы это село было защищено от наводнений специальными гидротехническими сооружениями, потому что четвертый год идет подтопление села. Однако, как отметил глава региона, работа по берегоукреплению и дноуглублению уже показала свою эффективность. Так, последствия ливней и в Октябрьском районе, и в Уссурийске были гораздо менее серьезные, чем раньше. На встрече с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в сентябре этого года губернатор Приморья подчеркнул, что необходимо направлять средства из федерального бюджета на предотвращение наводнений сразу на 2-3 года, чтобы можно было заключать полный контракт на те или иные виды работ. В частности, это строительство дамб в Уссурийске, Лесозаводске, Чугуевском районе. Решить проблемы, связанные с затоплениями, власти края планируют к 2023 году. Олег Завьялов, Евгений Опарин, Новости на Восьмом.